Какие женщины пользуются Stack Overflow? Предсказываем рандомизатор в JavaScript. Это не вы, лохи, а просто разработка становится сложнее. Здесь... Погнали! Мы же всё, насрать, напогнали. Погнали, великого. Надо отходить от этого. Но вообще, вообще, мы сейчас уже... Подожди, всё, давай, раз, два, три, и мы говорим. Вообще, вот когда ты сказал, какие женщины, мне сразу вспомнилось, что такие женщины, как звёзды, что что-то там-то по утрам. Светят в небе до утра. Вот, да, светят в небе. И там не женщины, а девушки, блин, дерьмо. Тогда не сходится. Это уже постаревший Губин, он сейчас про женщин поёт. Раньше он про девушек пёл, а сейчас уже как бы про женщин. Вот. И, кстати, да, не было «погнали». Мы будем плавно отходить от этого. Знаешь, это когда вот уже родители понимают, что у ребёнка, у него уже вот попугайчик умирает. То есть как бы вот ему осталось, ну, реально, там полгода. Они постепенно начинают его завешивать там побольше клетку там. Кого, ребёнка или? Да. Клетку его! Начинают говорить, да ты как бы не играй с попугайчиком. Ты иди лучше вон с котиком поиграй. Он молодой, как бы там это. И они как бы его так чуть-чуть подготавливают к тому, что он там в тёплые края скоро улетит и так далее. Вот мы... У нас погнали, это наш попугайчик. Мы наших подписчиков... А с каким котиком? А с каким мы котиком тогда поиграть? Я просто неинтересно. Не знаю, с нашим новым дизайном, с нашими отбивочками, вот с этим всем, это в принципе так-то нормальные котики. Ну ладно. Хорошо. Я предлагаю впуститься в пляс прям сразу же. Давай первая тема. Спустить немного предлагаю. У вас, наверное, накопилось. Вообще, подписчики, уважаемые, ставьте сразу сейчас лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые подкасты, если у вас накопилось. Если у вас прямо сейчас гормональный взрыв произошёл, когда вы наш подкаст увидели у себя в ленте и начали вы сразу же слушать или смотреть. Да. Чё ты хотел сказать? Я тебя перебил. Да я говорю, между прочим, первая тема, она не совсем разработческая, не совсем дизайнерская, но она интересная. Она просто интересная, а дальше будут ещё более прикольные темы и такие, знаешь, углубленные. Да, мы всерьёз решили вообще подумать над нашим подкастом и сделать его более как детская горка. Ты сначала вот забираешься на неё, тебе как бы... Отстойным, то есть? Да, то есть просто не круто. Сначала на неё забираешься чуть-чуть, а потом, хоп, и съезжаешь, и вообще кайф. То есть вот первая тема, она такая вводная, ты погружаешься вообще в наши голоса, ты наш лирический слушатель. То есть ты ещё взял ледяночку или картонку? Картонку прям, да. Ну, ледяночку это патреоны взяли. Вот да, ледяночку взяли наши патроны, а картонку именно замоханную какую-нибудь там валялось рядом с горкой. И вот кто её взял, вот смотрите, тем она тяжёрная или... Не будьте такими идиотами. Эта цитата от сотрудника Белого дома забыл на автобусной остановке пароль от электронной почты. В администрации президента не стали уточнять, это пароль от рабочей или личной почты сотрудника, но суть в том, что у них ещё и на ProtonMail ящик. Сотрудник, кстати, Ryan McEvoy. То есть у него Ryan.p.mack.evoy, собака ProtonMail.com. Можно ему даже написать, а, лох, вот такое. То есть у него на бумажке именно написано, причём брендированная бумажка Белого дома. Знаешь, как вот, я не знаю, вот у вас же суперсовременная модная компания, у вас выпускают брендированные квадратики с бумажками, которые именно стикеры отрывные. Ну, чтобы мы свои пароли писали, нет, не выпускают. Вот у нас из-за того, что мы при заводе, да, поликлиника работает, у нас есть такие квадратики брендированные под Мечил. И ещё миллиард таких квадратиков от разных фармкомпаний с рекламой лекарств. Вот у вас нету таких вот? Ну, вот нет. Ну, я в Белом доме не работаю, к сожалению. Ну, вот да. Короче, вот на таком подписано был именно пароль и сразу написано, от какой почты. То есть, ладно, просто пароль, ну, и поди ты возьми, кто это, что это вообще, куда это вписать и так далее. Дата рождения. Вот это знаменитое. Скорее всего, так у него там и было. Ну да. Вот. Так ещё и ProtonMail. А ProtonMail, это, из контекста ясно, это провайдер электронной почты из Швейцарии. Причём зашифрованный, что характерно. То есть, как бы, вот у нас есть федеральный закон, да, что там личные данные всех россиян должны храниться на территории России. И что, вот, ну, уж те, кто работают, так скажем, в аппарате, там, президента или, там, правительства, они должны как-то всё-таки более патриотичными вещами пользоваться. Так вот, американцы, они, видимо, наслушались, что все деньги хранят в швейцарских банках, и решили почту хранить в швейцарской почте. Возможно, вскрывать конверты швейцарским армейским ножом, который, вот, многофункциональный. Я не знаю. И сыр есть, возможно, в швейцарском. И фондю шоколадное, стопудово. Просто суть в чём? Суть в том, что, да, неясно, личное это или рабочее, потому что если рабочее на протон-мейле, то это какой-то зашквар. А если личное, ну, как бы, если личное, почему бы, собственно, и нет, но вот такой ты и работник Белого дома, если у тебя личная почта в Швейцарии. Не, ну, а что, может быть, этот человек абсолютно неважный в Белом доме. То есть, может быть, он просто сидит, и ему приходит обычная, там, знаешь, почта какая-то. Может, он просто сидит. Может, ну, теперь, возможно, он и сидит, потому что теперь у него, там, спам. Как увеличить член, скорее всего, приходит? И выиграть iPad 2. Всё ещё, да, всё ещё второй на Твиттере. Вообще, протон-мейл — это зашифрованная электронная почта, это шифруется, там, с ключом, и получатель, только вот он может расшифровать. Если трафик перехватить, то, дескать, он зашифрованный, и непонятно, чё там. Вот, то есть, типа, это круто и здорово, но, кстати, это вот я гугланул, то есть я прям вот заинтересовался, что такое протон-мейл, как это, что там такое. Я сейчас даже вот продемонстрирую уважаемым подписчикам, зрителям, слушателям, что вот если перейти на протон-мейл, то у них даже не поддерживаются всякие там SMTP, POP3 и так далее протоколы по подтягиванию писем, то есть там... Писек. Да. Потому что прям вот всё супер зашифровано, что ты прям вот должен автоматически обновлять почту, он там за ней каждый раз ходит и так далее. Вот у нас, опять же, в муниципалитете, да, в здравоохранении, у нас всё посажено на випнет-почту. Называется клиент, випнет-деловая почта, компания Infotex, это не реклама, это скорее даже наоборот. Чуваки так-то нормально подмутились, и в тот момент, как в 2011 году во все поликлиники, страховые компании тогда поставили и железо, то есть координаторы, специальные компьютеры, которые шифруют весь этот трафик и заворачивают по ведомственным сетям, передают там по десятой сетке локальной. И кроме этого ещё ПО, то есть там випнет-клиент, который всё это дело разворачивает именно на этой отдельной тачке, и випнет-деловая почта, в которой как раз происходит непосредственно общение, там тоже всё как расшифруется, расшифровывается, приходит куча уведомлений, прочитано, открыто, получено и так далее. И, кстати, в Челябинске дистрибьюцией занималась IT Enigma, то есть они тоже, видимо, нормально подмутились во все поликлиники, там страховые и прочие около здравоохранительные органы поставили это оборудование, а там, на секундочку, джуниперовское оборудование ещё, кроме всего прочего. То есть они прям нормально денег подняли. Вот, видимо, ProtonMail — это так же, какой-нибудь просто чувак из Белого дома ещё им там подмутил и поставил, хотя, конечно, ну это анекдот. То есть Infotex хотя бы российская компания, в отличие от швейцарской. Ну, может быть, вот настолько доверяют, так сказать, швейцарцам и американцам, что даже так. Ну, кстати, комментарий людей из ProtonMail написали, что, я позволю себе прям процитировать, не записывайте пароль на листке бумаги, не теряйте затем этот листок, включите двухфакторную аутентификацию, без хорошей проверки пароля никакое шифрование не защитит ваши данные. Настоятельно рекомендую прочитать наше руководство по безопасности. Другими словами, не будьте, как этот парень. Нихрена себе. То есть, как бы, ну, они, я так понимаю, они поспешили свои задницы-то прикрыть, потому что они-то поняли, что уже тут никакое шифрование не поможет, если ты оставляешь свой просто ящик на лавочке где-то там, рядом с бомжом Васи, то, скорее всего... Ну, двухфакторная аутентификация действительно бы помогла, между прочим. Так что, в принципе, ProtonMail реально прикрыли жопу. Ну, нет, они молодцы, конечно. А вдруг у него там была двухфакторная? Вдруг там, на самом деле, все и нормально? Ты имеешь в виду, у него, когда только смски начали на телефон идти, никому не говорите этот код, он сразу и понял, что что-то не то. Где-то он, походу, всю бумажку-то White House забыл. Поэтому, что зря? Ну, может быть, мы зря просто грешим на пацана из White House. А, на Райана ты имеешь в виду, что у него, может, все хорошо? Ну, может быть, может быть, не знаю. У меня почему-то в Google рекламе отель в Дубае показывают. Хорошо хоть на Швейцарии. Я как-то заволновался, прям, не знаю, да. Я, знаешь, когда волнуюсь больше всего? Когда вспоминаю про то, что есть хостинг Smart Tape в этой жизни. И о том, что... Я тебе просто скажу, я теку прям. Ну, то есть, вот, реально, вот у меня, знаешь, такие есть хостинговые трубы, они прям начинают прям подтекать в этот момент. Настолько напряжение растет. Тебя Smart Tape прям за мохнатого хватает сразу, как только мимо тебя идет, и ты сразу по 10 миллилитров сливаешь, потому что невозможно устоять. Такие тешевые тарифы, такие круглосуточные поддержки, как в фигурном катании. Ну, тут поддержка вот как бы вот на 6.0. Вот у них все поддержки на 6.0 выполнены. Там все ставят, там каждый поднимает табличку 6.0.6.0.6.0. Просто потому что, понимаешь, ну, настолько качественно сделан хостинг. Вообще, в принципе, вся вот эта услуга, то есть, вот этот вот... Это все, не только железо, не только люди. Это вообще все вместе работает идеально, как часы, как швейцарские часы, я скажу. Раз, может, первая тема такая. Вот. Но, но, главное для вас это зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке, конечно же, и помочь нам, и помочь себе с хорошим хостингом, а нам просто поддержать нас. Там, на самом деле, ничего... Для вас существенно ничего не меняется, как вы зарегистрируетесь, но мы вас просто просим от души зарегистрироваться по реферальной ссылке, которая есть в описании, правильно? Я же правильно все сказал? Конечно, все так. Pro-asim, pro-asim, uwebdesign.ru slash smart tape. И, что характерно, вот здесь-то все в России находится. То есть, даже, знаешь, здесь вот напьешься, ты уснешь с паролем своим от хостинга, и приедет прям с мигалкой машина smart tape, тебя поднимет, отряхнет и жене отдаст. И скажет, не теряйте пароли от вашего хостинга. Вот настолько крутая у них техническая поддержка. Поэтому задумайтесь. uwebdesign.ru slash smart tape. Отлично, отлично. Что у нас еще есть? У нас еще есть, между прочим, Patreon. Понимаешь? И Patreon это вот не простая, а золотая платформа, на которой реально можно заносить бабло, раз мы уже про бабло, нам каждый месяц. Просто один раз, знаешь, так, прикрепил карточку, и она снимается каждый раз практически с зарплаты. И какую-то сумму определенную. Не обязательно заносить 100 долларов. Можете 50 заносить в месяц, правильно? Мы простим. Бог простит, и мы простим. Если 50, а не 100, поэтому... Да, будете 50 заносить, и будете получать подкаст как минимум за день до остальных плебеев. Но это даже 20 долларов. Вам даже 20 долларов хватит. Даже 10 хватит. Даже 10 хватит. 20 хватит, чтобы, как, например, Костя Гончаров. Во-первых, мы сказали про вас так же, что вы красавчик, потому что он красавчик. Как Путин. Да, и он участвует в обсуждении тем. То есть он сидит и говорит, что не, пацаны, это говно не зайдет. И мы не рассматриваем больше эту тему. Все, нет этой темы. Всего лишь от того, что он это сказал. А вот цена вопроса 20 долларов в месяц. Я думаю, для него это крупица песка просто, которая между пальцами просачивается. Я думаю, что, понимаешь, это даже такой шанс сделать наш подкаст реально лучше. То есть, представляешь, люди, которые заносят по 10 баксов, они вообще каждый может сказать, вот это говно, это говно. По 20. По 10 не могут сказать. По 10 не могут на день раньше посмотреть. Что, собственно, тоже немаловажно. Они на день раньше смогут на Ютьюбе нам оставить комментарий. Прокомментировать. Первый нах. Да. Это, представляете, какая форума. Это можно сделать на patreon.com slash youwebdesign. Вот да. Вы задумайтесь вообще. Там классно. Почитайте другие награды. Они тоже поражают воображение, на самом деле. Вас уже 27. Нас, вас, всех участников этого мирового явления. Это диковинки. Youwebdesign, я имею в виду. Это диковинка мировая. Вот 27 уже участников. Ну и нас трое. Так что 30. Ну и просто это еще один шанс, чтобы заказать стикеры не просто в нашем паблике vk.com slash youwebdesign, а заказать стикеры интересно через Patreon. То есть если вы занесете бабло, вам и стикеры еще прилетят. Ну, в общем, все идеально. Прям реально. Patreon.com slash youwebdesign. Еще у нас есть сайт, на котором также можете нам донатить youwebdesign.ru slash donate. Просто youwebdesign.ru это сайт, на котором все, все просто содержится. И подкаст, значит, мы выкладываем. И можете темы оставлять. Темы, кстати говоря, в сайт-баре справа. Заходите и регистрируйтесь там же, чтобы каждый раз темки, вот эти вот, которые потом Константин Гончаров отклонит нахрен перед тем, как, короче, мы будем записывать подкаст, вы можете там оставлять. То есть понимаете, какая у нас градация есть? Вот как касты, понимаешь, в сообществе. В каком-то там индуистском или каком-то, мы уж не будем говорить про Германию. Времен каких-то там. Вот не эти касты. А когда еще, знаешь, там типа... В смысле, когда еще? У них и сейчас касты. Ну да. Вот. Не, ну у нас тоже группа такая есть. Но вообще... Ревна. Значит, да. Вообще вот так. Абсолютно просто поучаствуйте в этом. Это, знаешь, такое событие, действие. Это как, когда ты поехал в лагерь, и ты не унылишь, а участвуешь во всем. Знаешь? Ну согласен, да. И тебе потом есть что вспомнить, что рассказать. Тебе потом интересно, да. И вообще вот будет что вспомнить, чуваки. Участвуйте в наших движухах. И прям вот будет чем в курилке похвастаться перед девками. Согласен. Кстати, о девках. Если вы хотите еще больше девок, то есть и денег, соответственно. То есть они же... Это же правильно? Я же... Они же в зависимости находятся. Это две абсолютно вещи прямо пропорциональные. Я согласен. Да. То спешите на work.sobaka.youbizign.ru Это тот самый адрес, который, конечно, не на протон-мейле. Но он нам помогает тоже вести с вами бизнес. Work.sobaka.youbizign.ru Заказывайте рекламу в этом подкасте. Или же в каких-нибудь других наших соцсетях. Соцсетях. Мы обязательно с вами договоримся. Просто напишите work.sobaka.youbizign.ru Что еще? Телеграм. Телеграм. Канал. Канал, группа. Все есть. Представляешь, в Телеграме. Сейчас мы прорекламируем, а его закроют. Что делать? Хрен знает. Но youbizign.ru Slash about. Заходите. Там ссылки есть на Телеграм. Если вам удобно пользоваться мессенджером, то вам, наверное, удобно будет подписаться на наш канал, группу, зайти, общаться и так далее. Опять же, быть не вялым таким чуваком, который просто не знает, как жить, а быть в теме, быть с нами в одной компании практически и тусить, и участвовать. Я же сам сейчас позавидовал всем этим людям, которые будут в теме. Да я говорю, я просто говорю и думаю, почему я-то это не учу? Вот. Стикеры в ВК. Как я и сказал, vk.com.ru веб-дизайн, можете заказать стикеры. Там все увидите, товары, как обычно, заказывайте через кнопочку, прям там. И мы вам вышли. Мы вам вышли. И, знаешь, мне кажется, что уже наклеено, полстраны обклеено нашими стикерами. 70% как минимум. Или сколько там? И не только нашей. Вспоминая, сколько мы отправили уже за рубеж стикеров. И другие стороны обклеивали. Это прям, это как-то даже, даже в Шанхай чуть не отправили, но человек отказался, сказал, пацаны, я вас просто люблю. Вот вам все мои деньги, и не надо мне ничего взамен. Слушай, как ты думаешь, почему именно в Шанхай отказался? Может быть, он в этот момент шил новую футбол? Кроссовки новые, клеил, дешевые. Ой, ладно, короче, окей. Все, идем к темам дизайн. Дизайн. Первая тема у нас была как бы не дизайн, ни то, ни все, но просто интересно. White House все-таки, нам Эми Вайнхаус, нам все-таки интересно, что происходит у пацанов. А теперь дизайн. Наши, причем сейчас как раз была первая тема про, соответственно, про Штаты, а сейчас про РФ. Я прям вижу, у нас даже и в теме-то какой-то РФ-ный сайт. Coral Duck прокомментировал, говорит, дрова колотые точка РФ, сайт недели или тема вспышка в зависимости от лонг или блиц. И улыбается, то есть он понимает, что лонг и блиц у нас бывают подкасты различные. Хотя, в принципе, в них отличия нет, они оба по три часа идут, но один все-таки лонг, а второй блиц. Да, как лонг-дринк, блиц-дринк, вот так я буду это называть. Так, дрова колотые точка РФ, абсолютно на халяву делаем рекламу, вот вообще, чуваки денег не занесли, даже не Coral Duck, никто, просто делаем рекламу на халяву чувака. Слушай, это те люди, которые, мне кажется, даже и не нуждаются на самом-то деле в рекламе, это нам еще у них надо рекламу покупать на этом сайте. Поэтому тут как бы еще вопрос. Сайт по-настоящему хай-течен. Сайт, вот прям вот я на него захожу, и мы бывали с тобой на таких сайтах, тоже оформленных в этом стиле, например, Bear Grylls, ну, тоже в эту же тематику, согласись, то есть тоже лес, тоже дрова, тоже человек. Модерн такой, конечно, да. Вот, здесь мне что, я тебе сразу что бросать в глаза. Во-первых, здесь есть на бэкграунде замечательные абсолютно доски, которые напоминают мне стены нашей общаги на Аляске, где мы жили. Да, только там это была типа клеенка наклеена. Там это была клеенка, а здесь настоящая, конечно. Я прям могу потрогать экран, и чувствуешь, что это доски. Что еще? Здесь классное выравнивание по центру. Здесь все понятно. Здесь написано, продажи колотых дров в Егорьевске, Егорьевском районе и телефон сразу. Вообще, абсолютная конверсия 100%. К сожалению, нажать нельзя никуда тут. У нас скайп подвел. Продажи дров, и все, и ты пропал нахрен. Так вот, продажи колотых дров в Егорьевске, Егорьевском районе и сразу телефон. Понимаешь, какая конверсия? 100%. То есть тебя сразу ведет. Жалко, конечно, не сделали через ссылку тел, но у меня вот Safari умный, он мне уже сразу подсказывает, что это телефон, и можно позвонить с моего iPhone. Но у меня, к сожалению, вот Chrome не умный, и с моего iPhone позвонить нельзя. У них, между прочим, есть переход по ссылочкам, и можно даже посмотреть адрес. Есть ссылка contacts.htm. Да, да, и у них там реально все классно, и даже есть карта. Можно приехать в Егорьевск, купить там бревен, дров, точнее. Причем здесь у них, мы находимся по адресу Егорьевск. Там нет буквы Е, и это возможно, чтобы уходить от налога. У них юридический адрес именно Егорьевск. И письма никуда не приходят. Это не то, что они опечатались. Я думаю, да. Я думаю, это все часть одной большой игры. А где, интересно, Егорьевск находится? Я сейчас просто вот отдалю. В Егорландии. Ну, смотри, что еще? Это Подмосковье. Да, что еще можно сказать? Давай посмотрим, есть ли мобильная версия у сайта. Просто попробуй. Просто попробуй. И есть, я могу сказать просто. Есть. Мобильная версия у сайта. Имеется. Конечно же, горизонтальный скролл появляется. Но это из-за карты. Это Яндекс подлецы не сделали. Ах, на главный тоже есть. Нет, но еще из-за фотографий тоже. Но это не суть. Важно. Просто, ну, как минимум пол сайта мобильная. Самое главное, что... Причем лучшая половина этого сайта. Лучшая половина, да. Как говорится, поздравим лучшую половину. Да. Там, где дрова березовые, там 1900 выделено. Видимо, это рекордно низкая цена. Ты думаешь, да? Белым причем выделено. Может быть, это только для белых. Ну, то есть, есть какая-то часть расизма, я не знаю. Ну, это правильно, это правильно. Мы в Подмосковье. Потому что справа за 2500 черный продается. Я не понимаю. То есть, одинаковые дрова, казалось бы, что туда, что туда. Ну, как бы нет, дубовые, понимаешь? Там, как бы, ну, поинтереснее немножечко. Почему не продают сосну? Я не понимаю этого. Я понимаю, что сосна плохо горит, смолится и так далее. Но заборы из нее, тем не менее, делают. Знаешь, ну, они тоже написали, что они продают сосну. Но потом их Google забанил, потому что у них сосну написано. Ну, то есть, на многих сайтах тоже сосну написано. И все, и они решили убрать. Короче, окей. Как ты считаешь вообще вот такие, действительно, вот такие вот штуки? Скорее всего, чувак, который бревнами торгует, он сам сделал такую хреновину. Ну, или его, может быть, у него сын так сделал. Допустим, шестилетний. Ну, давай по-честному. Это Подмосковье. То есть, это так или иначе сельская местность. Глубинка. Да. Говорим мы из Челябинска. Просто, ну, я вот тоже слышал, так сказать, осторожно скажу, я слышал, что вот даже не самое отдаленное Подмосковье, реально километров там 50-60-80, это уже реально, как вот у нас, у нас с тобой, я так говорю, у нас с тобой, как у нас с тобой губернаторы. Нет, как у нас с тобой какой-нибудь Харлуши, или там, я не знаю. Страшные вещи говоришь, но звучит так, как будто действительно запустение, глубинка. Как Яразбаева какое-нибудь у нас, ну, вот эти все места. И, в принципе, само наличие сайта там. Вот, мне кажется, даже вот этот сайт Дрова Колоты РФ, во-первых, домен козырный, как бы, ну, нельзя это... Ну, согласен. Так сказать, нельзя это не учитывать. Так еще и само наличие сайта в том регионе, это больше престиж, потому что у людей, которые потенциальные клиенты, у них все равно нету никаких устройств, чтобы заходить в интернет. Ты имеешь в виду, что они еще и вечером... Михалыч, у меня сайт есть, вот так вот говорят. Конечно. Они говорят, что, сайт у тебя есть? Ага, это что-то, это в интернете. Вот да, и они на новых выисках, которые они заказали под это дело, они там подписали, что наш веб-сайт. И, понимаешь, все уже у них автоматически дрова покупаются. Наша веб-страничка там, скорее всего. Да, они уже, у них все дрова люди покупают, просто потому что, блин, солидные люди, у них сайт есть. Представляешь, это же тебе не хрен с горы какой-то, это ИП Кулева, СВ. Это она, получается? Это, получается, она Кулева. Ну, да, судя по всему. Да я просто хотел сказать, что вдруг это, если, допустим, муж делал, то, что ты фигней занимаешь свои сайты, что они зачем нам, вот так вот. А он сделал, он сделал, сделал. А он говорит, я тебе сейчас сделаю. И он сделал новый тренд, полумобильную версию сайта он сделал. Это он ей отомстил. Если бы она его не подзушивала, он бы ей все-таки все адаптировал. Конечно, полностью респанс. Полностью резинку бы сделал, как это принято. Резинку бы натянул бы. Как говорится, эту тему, WordPress тему натяни мне. Вот это. Вот да, да, натяжка WordPress шаблона. Вот он натянул прям, конкретно. Да, но так как она бревно, как мы видим из сайта. Он все намеки нам оставил, согласен. С 8 до 8, между прочим, работают. А, в наличии есть хвойные дрова, действительно. Если посмотреть именно строку в наличии, они просто, они сказали, что-то как-то нас забанил. Давайте хвойные сделаем, ну давай. Если что, лиственница. А лиственница, кстати, дорогая. Она же не гниет. Поэтому, если вот опять же по мексиканцу. Ну подождите, ладно, серьезно. Если серьезно, то я считаю, что вот если этот сайт существует, то это кому-нибудь нужно. Да, то есть это как с квартирами, на каждый товар найдется покупатель, вот так же на каждый сайт найдется посетитель. Я уверен, если сейчас посмотреть там по метрике или по кому-то еще, то заходов у них прям нормально. Прям вот хорошо. Отлично, отлично. Присылайте нам такие же сайты. Вот это рубрика дизайн, это рубрика дизайн на сегодня. Но как есть? Ситуация, которая есть на сегодня. As is, я бы даже сказал. Нам Капслоки пишет на хабре о том, что Let's Encrypt начал выдавать wildcard сертификаты. Такая одна новость, вспышка 14 марта, теперь с 14 марта можно получить бесплатный SSL, TLS сертификат вида, короче, wildcard сертификат, который распространяется сразу на все поддомены. То есть если мы получаем сертификат вида звездочка.example.com, то на любые поддомены, которые у нас там появятся, тоже этот сертификат распространяется. Когда-то давно это было жутко премиумно, wildcard сертификат. Я помню даже еще два года назад, когда я первым клиентом покупал. И когда нам на uweb-дизайне мы тоже покупали, а мы не покупали, я вру, я лгал. На старт SSL у нас тогда был сертификат еще, сейчас-то у нас на Let's Encrypt тоже. Там wildcard сертификат автоматически стоил космических денег. Ну и реально, они продавали по одному на каждый поддомен, а тут вот, представляешь, это как абонемент в спортзал на год. Это сразу прям вот на все нахрен, в банк идешь. Поэтому это в каком-то смысле достаточно революционно. То есть, понятно, что оно все еще не подписано, вот этот сертификат, когда у тебя рядом с замочком еще написано твое uweb-дизайн LLC. Вот, но уже как бы что-то. Уже вот не нужно запариваться и на каждый поддомен покупать. И на все лендинги, которые впоследствии там отдельные ты будешь делать, там, говно.uweb-дизайн.ru. Ну, то есть, главная страница нашего сайта. На них не надо будет перепокупать новый сертификат, это здорово. И, ну, официальный клиент CertBot. CertBot — это линуксовая команда. Я, кстати, не знаю, есть ли он какой-нибудь не линуксовый. Но у нас вот на нашем супер-впс-хостинге SmartApe, uweb-design.ru.ru.smartape, у нас как раз CertBot установлен для автоматического обновления этих сертификатов. И я сейчас смотрю, documentation, source code. Хрен пойми, на самом деле. Software on system. Ну да, вот здесь сплошь униксовая система. Ну, Mac тоже есть, поскольку это униксовая система. Винды не вижу, винды не вижу. Поэтому это вот под конкретный веб-сервер. То есть у нас Nginx. Nginx есть. Выбираешь у нас CentOS 7. И погнали. Здесь написано, как его ставить и так далее. Короче говоря, вот он теперь поддерживает именно и вот этот вот wildcard-сертификат по, так сказать, это не технология, а именно через ACME. Automated Certificate Management Environment версии 2. Вот пишите в комментариях, если это mind-blowing для вас. Кстати, это работает через DNS-верификацию. Нужно пройти два DNS-челлендж. Нужно в своем DNS-сервере добавить пару TXT-записей, в которых через acme-challenge. Ну, там, какой у вас домен. Такой поддомен вы создаете. Ну, и у него пишите там вот те ключевые фразы, которые вам там говорят написать. Хэш какой-то сгенерированный. Чтобы подтвердить, что вы действительно являетесь владельцем этого домена. То есть это вот так делается. И, насколько я понимаю, сейчас они пишут о том, что даже вот этот процесс верификации тоже можно будет впоследствии автоматизировать. Ну, и если говорить о самих сертификатах, то они также каждые три месяца нужно их обновлять, как и все остальные Let's Encrypt сертификаты. Здесь, как бы, впрочем, ничего нового. Ну, и я здесь... Кстати, кстати, здесь есть опрос хабровский. И я здесь ответил, возможно, не уверен на вопрос, будете ли вы использовать Wildcard от Let's Encrypt. Во-первых, потому что у нас нет пока сейчас поддоменов вообще. Не то, что много, а вообще нет. И я не уверен, что использование поддоменов это каким-то образом вообще прикольно по сравнению с просто слэш там, я не знаю, ubdesign.ru слэш говно, вместо говно.ubdesign.ru. Ну, понятно, что если какие-то сайты абсолютно на разных платформах сделаны, то есть там ubdesign.ru — это там WordPress-ский сайт, а говно.ubdesign.ru — это супермодная SPA на React с сервис-сайт-рендерингом, то, конечно, да, ну, это два абсолютно раздельных проекта, их два веб-сервера обслуживают, и поэтому имеет смысл, ну, как бы сделать поддомен, в отличие от слэшевой ссылки, но это как бы уже так, детали. Так что пишите, пишите, если это mindblowing, и что, двигаемся дальше, или ты хочешь что-то сказать? Вдруг тебе тоже снесло башня? — Мне снесло, на самом деле, настолько, что я хочу двигаться дальше. Вот как тебе такое? Нормально, да? — Да, действительно. — Я, кстати, недавно-недавно поимел возможность использовать такую хреновину, как Яндекс.Танк. Вот как тебе такое? Просто не схренайте, сейчас это скажу, расскажу. — Я, честно говоря, даже не знаю, что это. Это что? — Это чтобы, короче, типа дедосить сайты. Хреновина. Но вообще это нагрузочное тестирование проводить, если так хорошо говорить. — То есть так-то есть у него более прикладное применение, чем дедосить сайты. — Ну, это и есть дедосить сайты, нагрузочное тестирование. Вот, ну, типа, чтобы, короче, хреначить, request per second. Прям мерить, смотреть, как он там графички рисует, хреновинать. Можно прям, вот знаешь, реально сесть. Если ты, короче, такой, захотел кому-нибудь сайт уронить, вот надо попробовать на ewebizzen.ru. Если у нас Nginx хреново настроен, или там я хреново знаю, что, или где-нибудь недонастроен, то он прям уронится-уронится прям. И смарт-тейп не поможет твой. Хотя нет, смарт-тейп поможет. Давай говоришь, что все поможет. — Я думаю, что, да, во-первых, смарт-тейп справится с этим всем, во-вторых, он у нас классно настроен, а в-третьих, попробуем, после того, как запишу. — Да, только там надо говно написать. Ну ладно, это мы сделаем. Я просто к тому, что... Чё хотел сказать-то? — Почему-то ты об этом вспомнил на теме про Telegram и ФСБ. — Да, да, вот. — Видимо, как-то у тебя в голове сложился пазл. — Потому что Telegram и ФСБ, понимаешь, ФСБ, оно уже как Яндекс.Танк, а Telegram — это как ненастроенный сайт на Nginx, который... — Короче, понимаешь, чё? Понимаешь, в чём дело? Смотри. Во-первых, все по-любому, когда выйдет этот подкаст, уже будут в теме, у всех уже будет просто очко чесаться по поводу того, что Telegram вот сейчас вот заблокируют у нас в стране. Значит, тема-то простая. Я скажу, я скажу, конечно, что не так давно, ещё в декабре, ФСБ подали в суд на Telegram, по-моему, что типа чуваки-чуваки, а они нам ключи не хотят выдавать. Ключи от чатиков, естественно. Ключи от чатиков, шифрования, всё такое, чтобы ты мог просто спокойно взять, чё надо, по запросу расшифровать. То есть, допустим, нам нужно то-то. А можете расшифровать там Иванова Ивана Ивановича? Ну да, типа ключ должен сразу дать и расшифровать, соответственно. Значит, чуваки из Telegram, а конкретно и сам Дуров говорит, что не-не-не-не, мы таким дерьмом не занимаемся. Это вообще-то личные данные и по закону, и по всей хрени мы такое типа не разглашаем. Точнее, даже не личные данные, это называется правильно... Тайные переписки. Тайные переписки, да? Ну как-то это называется. Да. Вот. На что ФСБ наоборот говорит, не-не-не, чуваки, тайная переписка, пусть лежит, переписка, мы переписку не трогаем. Мы вот ключи, вы нам дайте, мы как бы... То есть тут очень тонкая такая штука на самом деле происходит, как бы, то есть пацаны из... То есть юристы из Телеги считают одно, юристы из ФСБ другое. Я вообще задумался, как может выглядеть юрист из ФСБ. Представляешь, это человек. Ну это страшный человек, я считаю. Это страшный человек, я считаю. Я вообще не знаю, как он приходит домой там, садится кушать. Жена юриста ФСБ. То, что они нас слушают, это сто процентов, как бы. Вот. Значит, тем не менее, вот такая история, и история в том, что Телега им обратно иск. Давайте, а вы что это? Как это вы, какое вы имеете право, значит, на тайну переписки и так далее, и так далее. Суд отклонил. Сказали, не-не-не, не, 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 Ну удивительно, я как-то даже и не ожидал. Я все деньги на Телеграм поставил, а оказалось ФСБ прав. Да. Я сейчас пытаюсь понять, что еще из второй темы. Ну во второй теме просто конкретно уже показан сам по себе твит Павла Дурова. там Дуров хрен выложил, насколько я понял. Да, я говорит, хрен выложил, чуваки. Мне важнее, чтобы у меня все было конфиденциально, значит, мне похрен на то, что вы там хотите, значит, ну и видимо, тем самым он говорит, что, ну заблокируйте вы нас в России, ну и похрену, типа, тем самым он говорит это. Для него репетейшн превыше всего, я так понимаю. Для него репетейшн, да, превыше, тем более, я не знаю, у него наверняка есть статистика о пользователях в России, о пользователях во всем мире, и он, возможно, видит долю пользователей из России, ему, наверное, похрен на нее, возможно. И вообще, я не знаю, монетизирует ли он ее как-то, и вообще как оно там происходит. мы же помним, что он будет открывать свой Телеграм Open Network через блокчейн все это дело. Это вот что-то непонятно. Как будто ты на рынке торгуешь. Да, да, да. Вот блокчейна мне свешите, пожалуйста, 200 грамм. Только вот того посвежее, да. Да. Но знаешь, смотри, я что хочу сказать. По-моему, они уже что-то там подстраховались же до этого, и там есть какая-то прокся. Да. Есть какая-то прокся. Как говорят на жаргоне, Телеграм уже давно через сок ходит, поэтому как бы уже похрен. Ну, ты знаешь, насколько это похрен? То есть, как бы по идее, это у нас будет запрещено, и как бы, а как? А ты не скачаешь из сторов, наверное, или как там? Слушай, вот да, насчет сторов вопрос остается открытым. Но в принципе, как бы много вопросов остается открытым, поэтому... Да, много вопросов. Ну ладно, на андроиде ты скачаешь там эту АПКшку там прям с сайта. А вот на iOS то хрен его знает. Ну, как в старое доброе время использовать американскую учетку. Ну, это да, это прямо ради Телеграма хочется этим. Не то, да, чем хочется заниматься, но тем не менее, да. Хорошо, пишите в комментариях, кстати, по поводу, наверняка у многих есть свое мнение по поводу всей этой ситуации, вообще, особенно у пользователей Телеграм, у ярых, особенно у ярых борцов не знаю, за что, за честность, возможно. Напишите обязательно в комментариях, нам интересно почитать, как вы видите вообще развитие событий, если к тому времени, когда выйдет этот подкаст, не заблокируется Телеграм и вместе с комментами на Ютубе. Я сегодня каюсь, каюсь, читал на Медузе, там они как раз говорили, ну, типа, возможные развития событий, и там именно написано этот подает в суд, этот подает апелляцию, этот все равно подает в суд, этот все равно подает апелляцию, и типа, что даже вот, ну, если реально будут там, так сказать, биться до последнего, никто не договорится, это все равно затянется на достаточно долгий прожжеток времени. То есть они будут валять Ваньку, как говорится, ну да, и очень долго это все делать, поэтому, видимо, не так быстро это заблокируется, если вообще будет заблокировано. все, пойдем дальше, в разработке три темы у нас есть, которые, кстати говоря, я так понимаю, мощные, мощные или нет? Ну, слушай, вот, я не знаю, как твои хотел сказать, там же одна твоя есть все-таки. Да, да, есть. Вот, первая стопутово мощная, и причем, я ее как бы посмотрел, но я ее оставил открытой, как финал, в том смысле, что мы еще в процессе сейчас будем чутарика смотреть, потому что... Да я тебе скажу, она как мощная, в ней много данных, но, по сути, как бы, как семечки, знаешь, они вроде мощные, но ты их просто хаваешь и хаваешь. Я вообще ставил ставку, что мощная, это вторая тема твоя. Ну, она такая, понимаешь, она, она интересная, наверное, для наших подписчиков, но вот... Но для нас нет. Но, да, но по факту это пук просто, и все. В общем, первая тема, Stack Overflow опубликовала результаты своего ежегодного опроса разработчиков, и мы, поскольку давно здесь сидим, мне кажется, мы уже третий такой опрос обозреваем, так или иначе. Вот, 2018 год, как бы, вот оно у них такое, весенний опрос. Надо сказать, что Stack Overflow это, скорее всего, то, на что вы больше всего заходите, когда пишете свой код. Ну, кстати, да, ставь лайк, если это так, и колокольчик тоже. 100 тысяч, примерно разработчиков приняло участие в опросе в этом году. Кстати, здесь нету динамики, насколько больше это, чем в прошлые годы и так далее, но непосредственно само тестирование у Average Joe, у обычного чувака, заняло примерно 30 минут. то есть это не даже не пикник вообще был пройти это тестирование. Но я, собственно, помню, когда на Stack Overflow заходишь, и там сверху висела вот эта растяжечка, типа, пройдите тестирование, помогите нам понять, кто вы, что вы, как вы, и так далее. В общем, если коротко, здесь есть некоторые положения, я их зачитаю, просто потому, что, ну, они действительно важны. в этом году DevOps и машинное обучение это важные такие тренды, то есть они набирают обороты прям достаточно быстро. если смотреть по заработкам, то максимальные заработки именно у специалистов по DevOps и по машинному обучению. Ой, я боюсь вообще представить, какой у них Stack Overflow, у них свой какой-то отдельный, знаешь, как отдельный котел в аду, потому что, ну, ладно, еще там Stack Overflow JavaScript, там, понятно, миллионы уже решений, сделано, миллионы кусков кода можно скопировать, а что там у DevOps, я просто, просто боюсь себе представить, что они там вообще могут понаписать, это страшно просто. Ну, слушай, там какие-нибудь готовые контейнера поди выкладывают еще как-то это, у них там в натуре какой-то, знаешь, как трущобы, туда заходишь, и там тебе не рады сразу автоматически, к тебе принюхиваться, присматриваться, начинают просто, а именно принюхиваться, потому что там на четвереньках люди ходят и с рогами. Потому что там припукиваются прям там. Вот, следующий факт, это очень небольшие группы разработчиков пишут, что они будут писать неэтичный код. Что является неэтичным кодом, я не совсем понимаю, но, видимо, тот код, который скормляет женщин, скорее всего. Нет, ну вы как это, это серьезно, да? Ну, может быть и так. Я в этом увидел код, который именно, ну, некрасивый, что ли, непонятный, индусский код, который, да, типа того, который прям очень сложно распознать, понять и как бы вот лучше, чем такое писать, лучше вообще не писать. Освободить, так сказать, кресло разработчиков, встать и выйти. В принципе, разработчики оптимистичны по поводу того, что искусственный интеллект, это следующий пункт, предложит нам большое количество новых возможностей, и они не могут согласиться между собой о том, насколько это опасно, опасно ли и так далее. То есть, много людей признает, что искусственный интеллект действительно поможет нам, а вот по поводу того, что он нас захватит, прения идут, прения. Пайтон растет, ну, так сказать, его показатели растут, причем в этом году он обогнал C-sharp, а годом ранее он обогнал PHP, то есть Пайтон, он прям в огне. Потом то есть все. Ну, здесь написано, что если говорить о, так сказать, работе мечты, то вот женщины выбирают как самый большой приоритет это культуру в компании, какие-то возможности для профессионального роста, а мужики выбирают в основном деньги и работу с конкретными технологиями. То есть, это нам показывает о том, что мужики, ну, во-первых, они обеспечивают, так сказать, семьи, да, раз они на деньги больше заточены, видимо. А во-вторых, ну, мы-то знаем, что нам проще концентрироваться на какой-то одной вещи и как бы вот с ней идти. У нас нет такой мультизадачности, которая есть у женщин. И, видимо, именно поэтому работа с конкретными технологиями для мужчин важна, потому что, ну, вот ты уже, вот ты уже JavaScript ниндзя, уже вот брать и еще там что-то на Go кодить, переметнаться туда-сюда уже вот неинтересно, поэтому, вот если все типа будет стабильно и здорово, то вот это прям приоритет для мужиков. Вот такое. Погоди, так ты, получается, дошел уже или не дошел до демографии, до demographics? Нет, это первый абзац был все. А, это важные положения, а дальше мы идем галопом по Европам. Хорошо, я тебя понял. Примерно 0,03% респондентов живут в Камеруне. Вот такой. Вот это информация, которая действительно нам нужна была. Это по сравнению с первым абзацем. 20,5% в США, ну, и на втором месте Индия 13,9%, ну, почти 14%, там дальше идет с какими-то отрывами Германия 6%, 6,5%, Великобритания 6,3%, Россия 2,9%. Не совсем понятно, насколько это в отношениях количественных. То есть вот... United States 20%. Ну да, 26, почти 21. То есть, ну, вообще немало, мягко так скажем. Вот. Причем даже реально больше, чем индусов. Да, что странно, кстати. Ну вот, и тем не менее. Большинство людей определяет себя как бэкэнд-девелоперы. 58% посетителей Stack Overflow, точнее, даже не посетителей, а тех, кто прошел опрос. Это важно. На самом деле, по посетителям информация, возможно, была бы совсем другая. Здесь можно было выбирать, кстати, два пункта, поэтому не пытайтесь суммировать, а то получите 146%, скажете, что Stack Overflow карусели устраивал. Нет, можно было выбирать несколько, и в среднем выбирали по два. То есть, в среднем разработчики себя видят на двух ролях, и самыми частыми комбинациями, естественно, явились бэкэнд, фронт-энд, full-stake, девелопер. Еще есть такие пары, как администратор баз данных и sysadmin, они почти всегда идут в паре, DevOps и sysadmin тоже почти всегда идут в паре, и дизайнер, фронт-энд, девелопер тоже. Вот такие вот вот такие экземпляры мультизадачности встретились тем, кто этот опрос обрабатывал. Коди, люди, которые, кроме работы, программируют еще и в качестве хобби 81% почти. То есть, программисты, это вот те люди, которые вот прям, они кодят, не высовывая. Здесь большое количество информации по возрастам, я не вижу в этом ничего интересного, кроме того, что там будет какой-то момент, что типа опыт в программировании мужской и женский, ну я сейчас до этого дойду, это опять же, мы будем сейчас по сексистскому острию ходить, но это-то и прикольно. Так вот, кстати, максимальный опыт, максимальный опыт, который есть у людей по профессиям, это engineering manager, я не знаю, что это, это менеджер инженеров, но вот, тем не менее. На втором месте DevOps, это те люди, которые максимально опытные, а самые неопытные это mobile developer и game graphics developer по 5 лет в среднем, ну да, было бы смешно, если бы в среднем 10 лет mobile developer, тогда как бы mobile это еще не было, а уже как бы вот 10 лет опыта, поэтому здесь именно, конечно, превалируют те профессии, которые банально просто раньше зародились, и здесь стек оверфлоу является прям вот, ну, зеркалом, так сказать, реальности. Есть о том, какое образование, в основном бакалавры, ну, то есть в нашем случае, видимо, специалисты, я не знаю, как это в России учитывалось, ну, в общем, в основном просто, ну, те, кто закончил высшее базовое какое-то образование. Так вот, сейчас смотрю, ну, в среднем 64% по IT заканчивало, то есть, как бы тут вопросов нет. Тут дальше есть много показателей о том, что многие чуваки научились тому языку, на котором программируют, просто посмотрев какие-то ролики, прочитав документацию, то есть много самоучек среди тех, кто на Stack Overflow. И, кстати, вот опять же, я не готов рассуждать по этому поводу, мне вот интересно, что ты думаешь. Вот показатели на Stack Overflow, это в пользу ли технологии или нет? То есть, условно говоря, вот есть какая-нибудь технология А, если по ней задают много вопросов на Stack Overflow, кроме того, что, очевидно, технология А популярная, говорит ли это о том, что она ущербная, сложная и беспонтовая, если у столького количества людей возникают с ней какие-то вопросы, сомнения и непонятки? Ну, сложно судить, потому что здесь надо как раз от популярности плясать. То есть, если, допустим, насколько популярен тот или иной язык, и в процентном уже смотреть к непопулярному языку, и сколько к нему задают вопрос. Вот тут вопрос, если реально у непопулярного языка очень много вопросов, столько же вопросов, сколько у популярного языка. Ну да, тогда я согласен, тогда это, конечно, уже хуже. Там еще вопрос, какие, насколько тонкие вопросы постоянно задаются, уточняются, и т.д. и т.п. Очень сложно, мне кажется, это вообще опрашивать такое дерьмо и судить по такому. Так что да. Ну да, ну вот я просто, да, я считаю, что не стоит забывать о том, что стек оверфлоу это не место, как I recommend, да, на котором все пишут хвалебные отзывы о том, какой классный язык JavaScript. Нет, здесь наоборот, в основном задают вопрос со словами, вот твою мать, я натрахался уже с этим дерьмом, не знаю, что делать дальше. Да. То есть, вот это, да, подумайте об этом. По поводу пола, вот, самое интересное, 93% мужиков, 7% женщин, ну и естественно там меньше 1% не определилось. Ну должны были быть эти люди. Я как на переписи населения работал, у нас было много людей, которые вопрос национальности, а вопрос национальности, он был открытый. То есть, ты не мог просто зайти, увидеть, что чувак не русский и написать не русский в графу. Это тот вопрос, который ты задаешь и говоришь, какая у вас национальность? Ну и откровенно бывают люди, ну они не русские, но они отвечают русский, ты обязан записать русский. Человек себя сам определяет как русский, и это его право, и это будет записано, так сказать, в переписи населения. Очень много себя... Да я знаю, там их хоббиты. Да, эльфы, хоббиты, вот такие были. Я лично не переписывал, но на нашем участке таких было там штук 5. Хоббитов? Да, хоббитов, эльфов, ну каких-то вот таких вот из этих. Поэтому вот тут примерно так же, да. Расса, ну 74% белых, причем 11,5% южно-азиатов, то есть, ну индусов, а вот черных всего 2,8%. Возможно, они просто с пеленок сразу кодят. То есть, у них не возникает никаких вопросов, они сразу садятся, у них все паттерны, все прекрасно. Что касается сексуальной ориентации, 93% натуралы, 1,9% асексуальны вообще. То есть, половые, так сказать, отношения для них отсутствуют как факт. Причем, знаешь, что страшно? Вот среди всех респондентов асексуалов 1,9%, среди профессиональных разработчиков 1,8%, то есть, ну взросленьких, а вот среди студентов то уже 2,9%. То есть, молодежь то уже хуже. Знаешь, сейчас нужно найти какой-нибудь язык, который на столько же процентов и сказать, так это все там питанисты условно, знаешь, асексуалы, все там теда там, знаешь. Да, это смешно. Здесь даже есть о том, какой уровень образования у родителей. Типа, превзошли ли они своих родителей и так далее. Но это не очень. Есть, а даже какими страдают расстройствами. Вот такое. не будем об этом. Вот. JavaScript-ом. Experience and gender. Вот то, что мне понравилось. У мужиков в среднем 3-8 лет опыта. То есть, вот, ну, большинство. Есть и те, которые 30 и более лет, таких, между прочим, 4,7%. А у женщин это смещено вот примерно вот от 3 до 5 все. То есть, женщины в среднем менее опытные по индустрии, чем мужики. Поэтому, даже не знаю, что вам сказать. Вот, это просто так. И, ну, видимо, это подтянется, видимо, это подтянется в какой-то момент, как штаны. в какой-то момент он тоже подтянется. Вот, да. И, ну, я думаю, этот вот, ну, момент отставания, он сохранится, если только эти женщины не перестреляют соответствующих мужиков старых, опытных. Потому что в какой-то, ну, вот, да, в какой-то момент они будут, конечно, отстающими. Здесь дальше еще одна забавная штуковина. Это такой график в осях X и Y. Вот по обсцисс количества разработчиков по оси ординат количество мужчин по отношению к женщинам. То есть, чем выше точечка, тем больше там мужиков по сравнению с женщинами в этой профессии. И забавно, что самая мужская профессия, в которой женщин почти нет, это сисадмин. Ну, согласись. Ну, в принципе, да, да, конечно. Второе, это, ну, решения, которые с железом связаны. То есть, ну, тоже понятно, девопсы, инжиниринг-менеджеры, то есть, вот все вещи, которые, ну, реально, вот уже супер-хардкорные, там женщин почти нет. То есть, там больше, чем в 25 раз разница, почти в 30 раз у сисадминов. На 30 сисадмин, сисадминов приходится одна сисадминша. Причем, как бы, это тоже, на самом деле, достаточно большой показатель. Я думал, ноль, а все-таки одна. Больше всего бэкэнд-девелоперов, их мужиков в среднем в 18 раз больше. Меньше всего, ну, точнее, наиболее равное количество у преподавателей и академических научных работников. Вот там мужиков всего в 9 раз больше, чем женщин. Дальше тестировщики идут, Q&A, еще дальше Data Scientist, Machine Learning Specialists. Несмотря на то, что это достаточно молодая, так сказать, профессия, молодое такое веяние и высокооплачиваемое, как мы уже сказали, женщин в нем тоже достаточно много. Всего мужчин где-то в 12 раз больше, чем женщин. Ну, там дальше дизайнеры, фронтэндщики и так далее, это все понятно. На самом деле, здесь практически ничего больше нету интересного, хотя вот, например, мне понравился график все еще в Developer Profile разделе, в подразделе Connection and Competition здесь есть график Experience and Belonging. который нам символизирует то, что с возрастом, точнее, не с возрастом, а как следствие с возрастом, с опытом в разработке, чем больше у тебя опыт, тем больше тебе кажется, что все разработчики это одна большая семья, ты с ними как-то связан, и вы друг другу помогаете. Чем старше становятся люди, тем более опытные, они думают о себе, как о том, что они соревнуются с другими разработчиками, и еще меньше людей думают, то есть еще более драматическое падение с приобретением опыта идет вот такого тезиса, что, блин, я хуже программирую, чем все остальные, то есть ты, ну, как бы перестаешь оглядываться с возрастом на других, начинаешь концентрироваться на себе, перестаешь соревноваться, то есть нормальные такие графики, которые просто, ну, символизируют то, что уходит юношеский максимализм, ну, и начинается более только консервативное взрослое мышление, и как бы, ну, это прикольно, почему бы и нет. Здесь дальше есть показатель того, что 71% у них нет детей из разработчиков, это достаточно большой процент, есть процент, 52% 9-12 часов сидят за компьютером, поэтому и нет детей, да, согласен, поэтому, видимо, и нет, а, кстати, следующее, вот, сколько они проводят на улице, и примерно 33%, треть проводят от 30 минут до часа на улице в день, еще 39% проводят от часа до двух, ну, на самом деле, так, если я подумаю, я тоже вот от часа до двух провожу, то есть, как бы, хотя я езжу много, то есть, у меня дорога занимает большое количество времени, я не знаю, насколько это считается. Понимаешь, тут люди, они не понимают, что такое зима в России, там, и так далее, или лето, то есть, для нас, как бы, вот сейчас проводить на улице, например, время, это интересная, вообще, в принципе, затея. Ну, типа, да. Посидеть с пацанами на лавочке, может быть, пару часиков, чтобы отморозить себе, все, чтобы как раз в той графе, где дети, там, вообще не отвечать никогда, потому что, вот, а у них-то, ну, да, да, типа, сколько на улице, это, на самом деле, типа, ну, самые интересные вопросы, но мне не наименее интересные, потому что все прозрачно, JavaScript, самая популярная технология, на втором месте HTML, на третьем CSS, на четвертом SQL, на пятом Java, на шестом консоль, вот на седьмом, как раз почетном Python, ну, там дальше, я не знаю, насколько вообще, ну, я сейчас читаю комментарии, нету такого, что там, вот Kotlin заявился первый год и уже 4,5%, ну, а, кстати, у Kotlin 4,5%, да, кстати, да, то есть, вот, ну, даже Rust, про который мы с Никитой говорили, да, в прошлом выпуске, его вообще здесь нет, он не участвует, который выживач, да, не участвует совершенно, еще, кстати, фреймворк и библиотека инструментов, на первом месте Node.js, а на втором месте Angular, на третьем React, такая большая тройка, это, слушай, это вообще интересно, вообще как-то эти проценты изменились с прошлого года, вообще было вопрос в прошлом году этот или нет? Не знаю, не готов тебе ответить, на четвертом месте .NET. Просто слова-то все знакомы, уже не первый год, да? Да, конечно, мало, вообще не первый, прямо совсем не первый год, как бы тут да. База данных на первом месте MySQL, на втором SQL Server, на третьем Postgre, на четвертом MongoDB. То есть, no SQL решения тоже набирают обороты, и я повторюсь, это не факт, что это хорошо. То есть, то, что по ним задают вопросы, это может показывать, что это говно. Хотя на самом деле вопрос же не в том, то есть, эта статистика, это не потому, сколько люди задают вопросов, а потому, чем они пользуются. То есть, опять же, это условность условности. Люди могут этим пользоваться, задавать вопросы по JavaScript, крипту. Но они отметят, что они пользуются PostgreSQL, и как бы это неплохо для PostgreSQL. Ладно, это просто вот расценивайте эту информацию as is, опять же, и все. 48% почти половина на Linux респондентов, 35% на Windows. Ну, здесь, опять же, здесь можно было несколько выбирать, потому что, если здесь сложить, здесь получится очень много. Ну, вот на первом месте Linux, на втором месте Windows, Desktop или Server, на третьем Android, внимание, на четвертом AWS, и только на пятом macOS. Здесь вообще очень странные какие-то системы, WordPress, здесь Firebase, то есть, ну, тут я все понимаю, конечно, но что-то SharePoint, это что за системы-то? Это платформа. Вот с такими платформами люди себя связывают. Может быть, когда они говорят, что они связываются с Windows, они именно C-Sharp разработчики. Не то, что они на Windows сидят и JavaScript кодят, а они вот C-Sharp, они под эту платформу разрабатывают, не знаю. Кстати, самый loved, язык Rust, хотя, ну, реально, 79% именно, как это называется-то, когда удовлетворенность, или, как это, ну, не вовлеченность, а именно удовлетворенность, короче говоря, смешно. На втором месте Kotlin. Ну, это Android-разработчики, скорее всего, Kotlin. Ну, конечно, ну да, да. И третий Python. Вот, вот такая тройка. Интересно, интересно слушать, что вообще здесь Rust. Может, это чуваки, которые про игру отвечали все-таки, или нет? Не знаю. Самый ненавистный Visual Basic, 90%, Kobol 84%, CoffeeScript 83%, 81% Visual Basic.net, пятое место Visual Basic for Application. Visual Basic крайне лидирует вот в положении... Лучший язык, худший. Наспору, лучший. Да, это прям вот, судя по всему, это пытка еще одна китайская, должна быть, кодить на Visual Basic каком-нибудь. Причем, именно, кто там, VBA именно первый? Нет, Visual Basic 6, если VBA все-таки на пятом. Вот, короче говоря... Прямо Борланд Visual Basic установить, есть ли он? Он же был интересен, он или нет? Не знаю, не знаю, я те времена еще не так интересовался Visual Basic, как сейчас. Как сейчас, да? Смотри, Wanted есть, как Most Wanted. Да, я не знаю, что такое Wanted, это... Может, хотят изучить, типа? Ну да, видимо, видимо, хотят изучить, я тоже сейчас комментарий чуть-чуть читнул, типа хотят. Kotlin, кстати, тоже хотят. В него трусиками, возможно, даже кидают, он на четвертом месте, это почетно довольно-таки. Android трусиками. Ну, кстати, Swift-то, почему-то вообще Swift-то, почему люди не хотят писать под iOS вообще нативный? Это как-то странно. Ладно, не хотят, в Loved он все-таки на шестом месте, то есть любят, видимо, уже умеют, то есть кто-то хочет, а кто-то уже все-таки может. Objective-C пацаны перешли легчайше на Swift, как бы им вообще не надо. Видимо, да. Ну, дальше опять про фреймворки, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Самая ненавистная база данных IBM DB2. Я даже не знал про такую, а она самая ненавистная. Но, скорее всего, кассовые аппараты какие-нибудь. Ну, да. У них такая база данных. Да, 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 что-нибудь из торгового оборудования, это, конечно, да, это внутри говнища. Это, знаешь, для них, как для нас 1С, они такие IBM, ой, ты что, программист на IBM? Да, здесь есть небольшой граф, на котором показано, как связаны между собой технологии, через сколько, так сказать, поруков, поруков. И, ну, посмотрите, если вам интересно. То есть, очевидно, что JavaScript связан с CSS, HTML, PHP, SQL, Node.js, Angular, React и так далее. Кстати, Vue.js, я смотрю, как-то мало фигурировал. Я сейчас сделаю Ctrl-F. Vue.js вообще нигде нет. Ну, ладно, сейчас Vue.js нет. Он вообще никак не фигурирует. Может, это вообще не считается как что-то значимое? Может быть, да. Самые кассовые, так сказать, языки. F-Sharp, OCaml, Clojure, Groovy, Perl. Такая письма. Что значит кассовые? На которых можно заработать бабла, поднять бабла? Да, да, да. Как поднять бабла? 74 тысячи долларов, это F-Sharp. Самая топовая технология. Кстати, я как-то... Ну, да, это Global. Потому что, если взять United States, здесь конкретно по-другому. OCaml, конечно, тоже есть, он на третьем месте. Но на первом месте становится Erlang 115, на втором тоже Scala, тоже 115. Вот на третьем OCaml 114, на четвертом Clojure 110, на пятом Go, тоже 110. Ты имеешь в виду вот эти знаменитые миллиардеры, пишущие на Scala? Вот, да. Причем Objective-C по-прежнему дороже, чем Swift. Objective-C 110, Swift 102. Хотя Swift, вот Telegram X, кроме шуток, он меньше разряжает батареи, чем оригинальный Telegram. Вот он на Swift написан. Нет, так никто не спорит абсолютно. То есть, это реально работает, и непонятно, почему именно так. Ну, в общем... Потому что, такой язык классный. Мне надоело, я не знаю, что еще сказать. Тут можно очень долго по этому вопросу смотреть, и есть и другие графики тоже про деньги, там, про зарплаты. Мне знаешь, что интересно? Есть ли у нас такие дотошные, такие, знаешь, Шелдон и Куперы, у нас наши слушатели, которые реально сидят у нас такой оверфлоу и проходят вот эти все, значит, опросы каждый год, или хотя бы в этом году? Просто реально, это 30 минут. Хотел бы узнать еще. Вот, как бы. Пишите в комментариях, если вы хотя бы асексуал. Хотя бы, да. Или лучше сразу в личку. Окей, последняя тема из разработки, но не последняя, but not least, не последняя в подкасте. Подожди, подожди. Все простое, давай. У меня еще про рандомизатор. А, да, точно. У тебя, блин, у нас же еще целая тема охрененная. Давай, давай. Нам Александр предложил случайные числа, не случайные. Как создать генератор случайно-хистично на JS предсказать мат рандом? И не оставил ссылку, получается? Оставил. Он ссылку оставил в нике Александр. Я провел сыскные мероприятия и нашел ссылку. Причем, если посмотреть, то на... С собаками, что ли, искал? Я вижу, да. Я тоже увидел. На следующий день, на следующий день он уже все-таки поменялся. Рынок зарплат фронт-энд разработчиков он выкладывал. И там у него уже в ссылке вообще, что он на vacancy.new.hr Может быть, я сейчас случайно прорекламировал что-то, но мне насрать. Александр Майоров его зовут, он ведущий радио GS оказался. Какого-то соседнего подкаста. А, ну у него написано CTO and co-founder new HR. То есть, в принципе, как-то нам попала такая тема. Ну, собственно, он сам предложил. Значит, он нас слушает что-то? Красавец. Да, мне кажется, я его видел где-то в комментариях. Блин. Так что, да. Насчет красавца, конечно, я поспорю, а во всем остальном согласен. Вдруг он насексуал. Случайные числа, не случайно он нам пишет. Как создать генератор случайно численный GS предсказать math renda? На самом деле, вот эта тема о том, что алгоритм рандомизации на самом деле не рандомный, и по результату алгоритма можно было вычислить, так сказать, SID, из которого этот алгоритм вообще вычислил. И можно будет предсказать, как этот алгоритм сработает в будущем. Эта тема, она не нова. И вот, например, у меня друг, когда... Рассказал. Да, он мне рассказывал, что когда он создавал биткоин-кошельки холодные и так далее, то есть, вот самые трушные чуваки, они прям вот, мало того, что SID, вот этот, прописывают, да, то есть, из которого генерируется дерьмо, они еще и свой алгоритм генерации туда вставляют, и там вот есть утилита такая, она как-то с мозгом, ну, брейн что-то там, но не брейн, фак, а все-таки, ну, что-то, какой-то брейн, хрен, я не знаю, не помню. Вот, и там как-то ты прям вводишь несколько слов и так далее, и эти слова, они тебе даже не рандомизируют, они сначала рандомизируют рандомизатор, а он уже потом что-то рандомизирует, то есть, там какой-то, ну, космический алгоритм для того, чтобы это все, вот, никто у тебя не словил и ничего не понял, и самое главное, что это еще все делается при отключенном интернете, чтобы это еще и никогда не слилось никуда, типа, ну, там, это, это друг мой лучше расскажет, он как бы в этом разбирается, я-то сам не очень, поэтому, вот, здесь нам Александр пишет о том, как раз, что на самом деле есть генераторы вот случайных чисел, именно честные, как честные 4К, только честные генераторы случайных чисел, а есть... Честный выбор. Ох, это у нас только такие, других не бывает, а есть еще генераторы псевдо-случайных чисел, и это нам говорит о том, что псевдо-случайные числа, как вообще взять случайность, случайность, она из чего-то генерируется, должно быть какой-то источник энтропии, в данном случае нормальным и источником рандомизатора было бы там какой-то алгоритм, который берет, допустим, погоду сегодняшнюю, и из нее уже строит рандом. Погода, ее как бы, ну, сложно, наверное, да, предсказать. Ну, как бы, ее можно восстановить взад-назад, то есть какая была погода, это если знать, какую часть погоды берешь. Но, в общем-то, и в целом природа нам ее рандомит, и это так-то нормальный источник случайности, так сказать. Просто проблема в том, что ну, я в общем сразу скажу, у Александра повествование не так идет, как у меня. Самая главная проблема вот в такой случайности, это то, что если мы берем случайность извне, вот источника терапии, будь то системные часы, источник погоды какой-нибудь, даже, я не знаю, то, что находится там в таком-то регистре, такой-то ячейки памяти, это затрачивает большее количество ресурсов, чем если алгоритм работает по накатанной. Поэтому генераторы случайных чисел, реально, честных случайных чисел, они дольше работают, банально. И просто в тех случаях, когда нужна скорость, достаточно генератора псевдо-случайных чисел, потому что ну, безопасности он никакой не обладает, это можно будет все предсказать, проследить взад-назад, но зато это быстро. А в тех алгоритмах, точнее, в тех системах, в которых важна безопасность, чтобы ключ был действительно рандомный каждый раз, тогда нужно использовать такие алгоритмы, но это дольше. То есть вот тот випнет-деловая почта клиента, который я говорю, который шифрует почту, там виден лаг, то есть ты открываешь письмо, и видно какие-то доли там, я не знаю, 500-600 миллисекунд, я глазом вижу, что он не сразу мне его открывает, но сначала его реально расшифровывает, потом только открывает. Ну, понятное дело, что это все, хотя нет, у нас это на сервере крутится, на хорошем супермикроскопском сервере с 16 ядрами процессора. Так что, в принципе, должно было быть бы нормально, но вот это действительно сложно. Что касается джаваскрипта и того, что нам Александр пишет в статье, он пишет, давайте напишем свой рандомизатор, псевдослучайных чисел. Вот возьмем числа от нуля до сотни, и будем брать по модулю 2 каждый раз. Вот он здесь пишет нам функцию генератор, то есть со звездочкой. Функция со звездочкой в джаваскрипте — это генератор, у которого есть, собственно, вот это ключевое слово yield, которое каждую итерацию вызывает. И когда ты от рэнда будешь вызывать next, а он так будет, rent.next со скобочками, он будет вот именно в yield возвращать то значение, которое как раз, вы заметили, здесь нет функции, ключевое слово return. Вместо return здесь вот этот yield. Но с учетом того, что если брать от нуля до сотни числа и брать их по модулю 2, по факту мы получаем четные и нечетные. И тогда по функции нам сгенерит 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 и абсолютно не рандомизатор. То есть это полностью по очереди нам предсказывают биты. Дальше он говорит, давайте возьмем в качестве энтропии число p, точнее знаки после запятой числа p. Ну, говорит, уже сложно то, что в джаваскрипте только 48 можно взять через функцию math.py. Поэтому большой рандомизатор не получится. Ну и как бы вот есть распределение конкретно. Этот генератор будет нам от 0 до 9 рандомизировать число. Но есть распределение, сколько раз какое число выпадет полностью при 10 тысячах итераций. Чаще всего единицы выпадают 2026 раз. То есть это опять же можно все восстановить, и это не тема. Интереснее уже взять, например, системную дату через new date, и от нее каждый раз генерировать. Это уже похоже... Слушай, я слыхал такую тему, да, да, что от системной даты так. Вот он говорит, это уже похоже на генератор псевдо-случайных чисел, и тот же math random, который у нас есть в коробке в джаваскрипте, это же генератор псевдо-случайных чисел, о котором он от Александра поговорит позже. И да, каждый раз здесь получается разным, но, видимо, все равно его можно сломать. Это как бы линейный, конгруентный GPS-чек. Конгруентный, потому что, ну, время оно идет по очереди. То есть тут как бы вопросов нет. Здесь пошла математика, я ее пропускаю, нахрен неинтересно. А как устроен math random? Math random был раньше другой. До 49-й версии хрома использовался алгоритм MWC1616. И здесь, ну, просто побитовый сдвиг, да, то есть, ну, кроме побитого сдвига берем по модулю чуть-чуть и побитовый сдвиг. То есть вот такие штуки. Я думаю, математики сразу выкупят, а не математики не выкупят. В общем, math random генерирует число от нуля до единицы с плавающей запятой, и ты его уже можешь домножить там на сто, на тысячи и так далее для того, чтобы срандомизировать то, ну, как бы того порядка число, которое тебе нужно. После этого в 49-й версии хрома сильно улучшили алгоритм, и на самом деле это можно визуализировать, но об этом чуть позже он говорит. Он, давайте попробуем предсказать math random. Вот как мы, говорит, сделаем такое, что random равен иксу, да, вот random 4 его это. Ну, вот есть некий Роман Дворнов, я хрен его знаю, кто такой. Вот какой-то чувак, я сейчас даже не пойму, если зайти в твиттер, он говорит, что это второй ведущий радио GS, тогда они, скорее всего, не асексуалы, а как бы да. Ну, слушай, автор CSS 3, basis.js, фреймворк, ремпл.js, какой-то CSS оптимайзер, ну, короче, чувак, он прям, типа, крутой, поэтому в авито открытый крутой, видимо, он в авито работает, я могу такой вывод сделать, потому что он пишет про вакансии в авито, респектора Романа, он, видимо, какой-то гений, потому что он написал такую функцию random 4, которую можно предсказать, тут тоже куча всяких сдвигов, циклов и так далее, всякие итераторы, увеличители, инкременты и прочая нечисть, вот эта вот нечисть. В 70% случаев для Chrome до 49 и Node.js до 5-й версии действительно код работал, вот. Ну, на самом деле, суть просто в том, что он знал, как в браузере эти движки работают, поэтому он, ну, как бы предсказал, потому что код-то открыт, вот. Сам Александр ждет, что Роман сделает доклад на основе этих событий и напишет более подробную статью. Возможно, Роман это все в одном месте видал, поэтому как-то у него не срослось все еще, вот. Так, короче говоря, есть, если взять старый генератор Math Random и сгенерировать, так сказать, помехи, да, вот этот вот белый шум, то до, того, как алгоритм оптимизировали, он был достаточно линейный, то есть все пиксельки, они тут сгруппированы по таким полосочкам, и кажется прям, что можно сейчас виниловой иглой считать, и это будет какой-нибудь бах. То есть прям, ну, реально, вот сгруппированы немножечко пиксели. А вот после того, как его все-таки рандомизировали до конца, то есть, ну, улучшили этот алгоритм, он, конечно, уже прям вот, ну, типа более лучший рандом, то есть, ну, просто это видно на скрине, посмотрите, вот. И алгоритм, да, и вот тут уже другие сдвиги, другие... Другие ребята, как говорит Жириновский. Ну и типа другой, то есть в данном случае 64-битные числа используются, поэтому его предсказать будет проще, когда будет нормально работать 64-битными числами в JavaScript. Так что вот так. А если, говорит, вам надо... все-таки защищенный алгоритм, то можно использовать WebCryptoAPI, а есть такой, и более точный метод GetRandomValues, который уже непосредственно будет выдавать суперкрутое вообще значение, которое хрен предскажешь, но он ресурсоемкий. То есть то, о чем я говорил, что когда используются другие внешние источники энтропии, такие как MACadres, процессор, температура и так далее, то, конечно, это да, это дольше. Вот такая тема. Вот такая вот загогулина. Ну, блин, интересно, интересно на самом деле. Я вот не знаю, мы, судя по всему, будем без перерыва работать, потому что у нас... Да, мне тоже так кажется, что без перерыва. Вообще, на самом деле, по поводу вообще рандомизатора, многие же люди думают, что просто, блин, рэндом идеально работает всегда. Вот любая, берешь любой язык и везде он охрененно работает одинаково и так далее. А тут, смотри, а как оно? Заиграло-то вообще не так. Ну, это интересно, да. У нас многие жаловались на то, что вот где разработка. Вот сегодня достаточно зубодробительно получилось в разработке. Я раздробил себе все зубы, по крайней мере, пока это говорил, поэтому надеюсь, вы тоже пока слушали, все погрызли себе. А ты хлопочки оставлял, между прочим, или нет? Александр? Ну, вот ты меня и поймал. Вот ему нет. Я не справлюсь. Прямо сейчас 50 хлопочков Александру занесу, все-таки... Давай, отбей. Пока отбиваешь, я скажу. Значит, последняя тема, да, в разработке, между прочим. Это тема такая. Она как бы разработка-то разработкой, но она больше такая, знаешь, философская, рассуждательная, как мы любим, короче. Она такая немного стариковская. Попердеть, знаешь, погреть, как раньше лучше было и так далее. Короче, смотри. Открой статью на хабре. Это перевод. Открой, да, конечно. Это перевод, да, это перевод статьи чувака на английском. Everything easy is hard again. И, значит, чувак, между прочим, крутой какой-то, какой-то крутой чувак, который... Как же его зовут, чтобы понимать, что вообще, насколько он крутой? Это, блин, какой-то крутой чувак. Давай я сейчас переведу. А, это Франк Чимеро, какой-то дизайнер. Франк Химера, я бы даже сказал. Химера, Химера, да, абсолютно. Значит, этот доклад, у него был такой доклад, который он выступал на нем в Португалии, между прочим, и в Берлине, значит. И он рассказывал про то, что я вот, говорит, вообще, меня как-то как... Меня осенило. Один раз я, говорит, был на конференции, встретился с одной девочкой, ну, практически девочкой, со студенткой первого курса, которая учится, всего один курс на такого, знаешь, дизайнера, ну, такого жесткого, не веб-дизайнера, а как же он написал-то, типа, ну, знаешь, практически дизайнера, не знаю, типа, архитектора вот такого, короче. Она, типа, учится год всего, а я, говорит, уже гребаные 15 лет тогда, или 20 уже лет, 15 лет, короче, тогда занимался разработкой, именно веб-дизайном, и мы с ней, типа, общались, и у нас с ней одинаковые ощущения возникли. Это вы понимаете, ощущения. Так вот, ощущения такие, что человек, который занимается один год, что человек, который 15 лет работает в индустрии, да, дизайна, они осознают свою вот запутанность, свою потерянность, свою, как бы, понимаешь, такую, не то чтобы несостоятельность в этом, а вот прям они не понимают, куда дальше двигаться, что они вот такие вот не успевают за технологиями, за всем, за всем, за всем, за всем. И он думает, какого хрена? И говорит, давайте немножко углубимся в историю. Вот, я, говорит, реально 20 лет уже у меня карьера веб-разработчика. Вот у меня прям реально, можете меня поздравить? Я в 2002 году, говорит, 2002 год, это вообще 15 лет, 16 лет назад, ну окей, допустим, типа, вот я, говорит, в 2002 году я сижу за ноутбуком, короче, у себя, типа, в студии, ну на самом деле, практически, я так понимаю, у него на хате он сидит, и, говорит, в углу стопка бумаг какая-то валяется, и я, говорит, сижу с ноутбуком. Прошло, говорит, ни много, ни мало, 2018 год уже, я, говорит, все так же сижу за ноутбуком, там же абсолютно так же стопка бумаг валяется. Ни хрена, говорит. Ну слушай, 15 лет назад иметь ноутбук, это было достаточно круто. То есть тогда ноутбуков было мало, они были странные, жуткие, но это было, блин, мать его, круто, то есть реально. Я когда в школе учился в финальных классах, где-то год 2005-2006, а у нас были в школе ноутбуки, еще я, как сейчас помню, фирмы RoverBook, говнище то еще, я прям помню их логотип, вот эта буква R такая курсивная. Вот, но это прям, блин, это вау, ноутбук, вау, я прям стоял и охреневал от того, как это классно, это мобильный, целый компьютер, весело, как гробом убить можно было. Но прям вот да, это было классно, это было здорово, и вот этот чувак, если он у него свой личный был, то он какой-то космический человек был. И этот космический человек, говорит, вот в 2004 году, ну да, были немного другие времена, не было типа социальных сетей, все такое, фейсбуков, инстаграмов, не было ничего, но как-то жили, как-то жили, и практически ничего, ничего не поменялось в моем, типа вот, workflow, а прошло много лет, и он, говорит, дальше, я, говорит, помню первые свои работы, говорит, как я начинал, и здесь, между прочим, обложка Radiohead, Ok Computer, их альбома, 20 лет назад, в 90 каком тут написано, в 97 году, он еще тогда на HTML писал строки из этого альбома, как я понимаю, песен, и пытался, говорит, что-то пробовать, говорит, делать, и с годами, говорит, я просто осознавал вообще, он же веб-разработчик, с годами, говорит, происходило, я осознавал, как работает вообще, в принципе, разработка, как верстать, раньше, говорит, таблицами надо было как верстать, надо было прям пустые места такие вставлять, чтобы были пустые ячейки, знаешь, то есть верстка таблицами, вот эта знаменитая, то есть там было все такое костяное, костистое. Давай, ты говорил, что там очень сложно было пустые таблицы надо было ставить. Раньше, он, да, раньше он действительно 20 лет назад верстал таблицами, в которые надо пустые куски вставлять. Прям вот реально, чтобы вот было пустые ячейки. Потом, говорит, я боролся с флотами, все никак не мог победить, узнать, как они работают, эти флоты, блин, сраные. Как клеер нормально использовать, я, говорит, вообще просто задолбался, говорит. Потом, говорит, появилась такая тема, еще прошло сколько-то времени, да, появилась такая тема, как дисплей флекс. Ну, это уже недавно уже, да, это более-менее три года назад. Да, 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 там дисплей грид, да. И, говорит, и когда мы уже пришли обратно к дисплей гриду, такое чувство, говорит, у меня возникло. Я вообще, говорит, смотрю, когда вот на вот эту вот грид лояу 2017, картиночку, говорит, да, и смотрю на тейбл лояу 1997 года, тогда, когда вставляли пробелы, говорит, у меня складывается впечатление, что они вернулись ли мы туда же, откуда пришли, говорит. И вообще, слушай, это не та ли самая спираль, по которой движется. Song about reincarnation. Вот. Не та ли самая спираль, по которой вообще, в принципе, движется разработка, и вообще вся наша жизнь. И мы, слушай, а снова не вернемся ли мы опять сейчас к флотам новым каким-нибудь? А потом еще что? А еще что? И я вот, говорит, когда думал про это, я понял, что мы, типа, гонимся за какими-то, типа, технологиями, да, постоянно. Мне, я постоянно, говорит, переучиваюсь. Такое чувство, что я не 20 лет учусь, говорит, не 20 лет учусь вообще и совершенствуюсь, да, а 4 раза по 5 лет. То есть я, говорит, постоянно тут-ту-ту-ту-ту-ту нарастил, говорит, оп, снова откатило. А он еще говорит, что я вот, типа, ненадолго, типа, у меня веб-агентство мое стояло, проставило, я, говорит, занимался другим бизнесом, типа. А сейчас обратно вернулся и понял, что я с чистого листа. И самое главное, что многие технологии, которые сейчас вот введены, которые вот у него, вот, разрыв этот произошел когда, не было ни единого разрыва. Вот разрыв, когда произошел, он осознал, что сейчас многие технологии, как бы, тебя подталкивают что-то ускорить, да, автоматизировать какой-то процесс, который в основном, во многих случаях, даже не надо автоматизировать, ты мог это сделать и быстрее, например, когда ты раньше это делал. Но теперь у тебя, блин, да охренеть, все автоматизировано, все летает, все там напукает, дышит, вообще там все классно, вот. Но это сомнительно, какое-то, знаешь, сомнительное, типа, улучшение, сомнительные технологии. Что еще, значит, он здесь говорит? Я, говорит, посмотрел на книгу, говорит, про, что же, про книгу, про книгу шрифтов, во-первых, говорит, охренел от того, что, в принципе, есть целая книга про веб-шрифты. Огромная 90-страничная электронная книга. Я думал, что там, подключил шрифты и похрену. А тут, говорит, вот от Book Apart вышла 90-страничная книга, говорит. Ну, слушай, ну, хотя ладно, я свое мнение потом после всего... Ну да-да-да, вот. Потом, потом мне очень нравится у него подзаголовок. Да просто, говорит, да просто, ну, типа, часто слышишь сразу, да просто NPM свой веб-пак через Грандс, Вью, Бабель или Бауэр в реактор с... Вот, то есть это все, говорит, превратилось в то, что просто мы пытаемся использовать технологии ради использования технологий, а не создания какого-то там продукта, да. Вот. Значит, я пытаюсь сейчас это привести к чему-то. И здесь он, говорит, наткнулся на видосик, где черепаха соревнуется с кроликом в забеге на короткую дистанцию. Угу. И, между прочим, выигрывает кролика черепаха. Выигрывает. И я, говорит, здесь осознал, говорит, мы, оказывается, возможно, что я, говорит, что девочка, которая один курс SEO учится, мы как те кролики, говорит. Мы пугаемся. Почему кролик именно не может никак обогнать черепаху? Не потому, что он, там, медленнее в нее бежит, да. Естественно, он быстрее в нее бегает, так, если думать. Но он просто боится, он пугливый, он останавливается, думает, куда я должен дальше бежать, хотя прямой, по идее, прямая дорога ему сделана, да. Но он сомневается, если не может. А черепаха, она просто прет вперед, медленнее, как бы. Ну, это, конечно, иллюстрация вот этого «тища едешь, дальше будешь». Да, и этого, и то, что Ахиллес, и черепаха, и так далее, да. Это вот все, вот это все про это. И я, говорит, просто понял, что нам просто нужно, типа, вот не гнаться за какими-то технологиями, не постоянно озираться и учить что-то новое. Хотя мы с тобой уже сто раз это говорили, на самом деле. Ну, вот сто первый раз повторяем. Да, последний раз мы это говорили, как раз вспешили о нашем, в прошлый раз, что вот так, если посмотреть, то вот, ну, нужно просто понять, а что важно-то в жизни? Важно реально быть все время on blading edge, привет, frontend юность, или все-таки просто делать, автоматизировать какие-то бизнес-процессы, решать конкретные задачи именно из реальной жизни, а не какие-то эфемерные вот такие штуки делать, которые никто, кроме тебя самого, не оценит. Да, вот, собственно, об этом вся статья, вообще вся. Ну, а чувак-то, что он в итоге, решил вообще больше не переучиваться, или что? Я так и не понял. Он, видимо, решил, что не надо гнаться сильно за технологиями, соответственно, он, видимо, не будет как-то отвлекаться на все подряд, не будет хвататься за все вообще, и все учить, а будет вот как-то планомерно действовать. Он не написал именно рецепт, что он дальше, что я завтра буду делать. Он не написал, он просто написал вот такое вот размышление. Понятно. Ну, и то интересно, почему бы и нет. Мы же любим здесь философские и полуфилософские темы, вот это одна из них, да, это круто. Тем более она еще и в разработке у нас. Никто не скажет, у вас мало разработки. Хотя опять скажет, это не разработка, а так, как что-нибудь. Ну, ладно. За хлебом выйти. Вот да. Ну, смотри, у нас светский, ой, у нас уже научпоп, у нас светские-то были, у нас научпоп с тобой. И, между прочим, от богоподобного Константина Гончарова первая тема. От просто... Ну да, от бога на земле. Я не меньше, я не меньше считаю. Он просто наш патрон 20-долларовый, поэтому... Вы сами понимаете вообще, как именно мы трепещем... Тема пришла, да. Предлагает нам эти темы. Кстати, темы про ФСБ и Телеграм, они прямо из нашего патронного чати к нам пришли. То есть оттуда люди, они не только говорят, слушай, вот то, что вы нам... Ну, я им говорю, вот эта тема будет, скорее всего. Они говорят, да нет, это говно, это неинтересно. Они еще и свои туда приносят в тайне от всех. Поэтому там вы бы знали, что там творится. Вы подумайте. Там в их канале, согласен. Содом и Гамора. Так вот, он нам предложил тему, которая называется... Он ее назвал «Поколение Омега». Здесь так непонятно, зачем. Вот. Ну, собственно, это прямой перевод. На медиуме Джордан Гринхолл. Он нам как раз пишет «Дженерейшн Омега». У него там есть какой-то YouTube-канал. И вот тут-то я себе 50 хлопочков отвесил. То есть здесь я все-таки соблел, так сказать, вежливость, раз уж мы рассматриваем эту тему. И она действительно интересная. Вот. Хотя, интересно это не назвать. Ну, ладно. Шутка. Нам чувак, вот этот Джордан, говорит о том, что вот, скорее всего, я, говорит, отойду от классического именования... Я отойду! От классического именования поколений, там, XYZ, да. Сейчас, говорит, вот я хочу назвать тех людей, которые родились, ну, типа, которые уже родились в третьем тысячелетии. То есть начиная с 2001-го, там, с начала 2000-го. Вот те люди, которые еще не родились, когда была премьера «Звездных войн» первых. Скрытые угрозы, я имею в виду. То есть вот он, говорит, они столкнутся с тремя крайне фундаментальными вопросами. И вот он предпочитает думать, что это вот то самое первое поколение, которое реально столкнется настолько с монументальными вопросами. Почему? Потому что сингулярность. Потому что сейчас все развивается супербыстро. И вот именно на их веку произойдет прям вот бум-бум-бум-бум нахрен. Они родились прям при одном, а уже взрослеть будут вообще полностью при другом. Бум-бум. Да. Первое — это отношение человечества к окружающей среде. Это уже пошли фундаментальные вопросы, которые перед ними станут. Второе — это отношение человечества к технологиям. К технологии в общем смысле, да? И третье — это отношение человечества к самому себе. То есть к людям. Я, говорит, вот в этом эссе попробую говорить вот про все три вопроса. К каждому вопросу есть эпиграф небольшой. Вот пошло про окружающую среду. Стюарт Брент когда-то сказал, мы все боги, ну мы как бы богоподобны, и поэтому нам нужно как бы становиться в этом лучше. Но суть в том, что нам типа дано, with great power comes great responsibility, короче. Чтобы вы понимали. То есть нам вроде и дано много, но от нас это требуется. Да, да, да. У нас действительно сейчас в наших руках очень много, и нам нужно этим правильно распорядиться. Он говорит это о том, что на данный момент действительно вот то влияние, которое мы оказываем на окружающую среду, к сожалению, в основном отрицательное, оно зашкаливает. То есть загрязнение почвы, все закисления там океанов, там зарадиоактивизация, тающие льды, суперизменения в вообще химическом составе всей окружающей среды, это, конечно, да, и даже вот, ну так сказать, мощность, да, электроэнергия, которая вот рождается, она и то, ну как бы финиш не то чтобы виден, но как бы вот, ну уже говорится о том, что вот этого скоро не хватит, вот это скоро кончится и так далее. Это, это, к сожалению, происходит опять же по экспоненте. То есть все вот эти вещи, они, конечно, сейчас зашкаливают, но вот на веку вот этих людей, которые поколение Омега по его именованию, вот на их прям вот революционно много будет этого всего и нужно каким-то образом что-то решить. И он говорит, что вот непонятно, а вообще вот, ну, ответить на вопрос, а как вот заставить человечество перестать там гадить, да, уничтожать что-то? Это же, говорит, вот целых 8 миллиардов, ну типа могущественных людей, ну могущественных в том смысле, что, ну реально, мы теперь в состоянии оказывать какое-то влияние на окружающую среду. То есть во времена там средних веков, сколько ты там не выкидывай мусора там, а он весь перегниет, потому что еще не было полуэтиленовых пакетов там и прочего, прочих бутылок пластиковых. Поэтому, а сейчас мы реально в состоянии, если, особенно если захотим, вот прям все засрать конкретно. Поэтому нужно развивать какой-то вот геоинжиниринг, здесь рассказывается, ссылка говорит об этом, и каким-то образом... что-то вот решить по этому вопросу, потому что он станет еще острее, чем когда бы то ни было. Второй пункт — это отношение к технологиям. Ну и здесь цитата уже Альберта Бартлета. Она как раз о том, что самая большая неожиданность для человечества, это наша невозможность, не неожиданность, а самая неудача человечества — это наша невозможность понять функцию экспоненты. То есть мы про нее говорим, даже я сейчас про нее говорю, но я на самом деле не понимаю вот этот масштаб. Когда ты идешь, и сегодня у тебя в кармане 100 рублей, а завтра миллион. Вот настолько это будет, так сказать, быстро происходить? К сожалению, нет. Мой пример не очень реален. Но в случае с развитием технологий, в какой-то момент это начнется именно так. И вот здесь он говорит о том, что это будет разница как вот между изобретением письменности и изобретением компьютера. Но это, говорит, все на веку одного поколения будет происходить. То есть есть действительно основания полагать, в том числе математические, типа там закона Мура и так далее. Причем, ну, закон Мура-то был придуман для батарей, например, для пропускной способности интернета, для техпроцесса кремниевых полупроводников. Но вот на самом деле к любым технологиям его можно применить, потому что очень быстро все развивается. И одному богу известно, куда это зайдет. То есть он здесь фантазирует о том, что может быть какие-то суперкибернетически улучшенный интеллект. Окей. Причем суперконтроль над детским генетическим материалом, то есть над рождаемостью каким-то. То есть это будет не просто там дроны, 3D-принтеры и автоматические автомобили. Это будет вот что-то конкретно такое, типа технологии на грани телепатии и управление роем, да? То есть вот когда именно человечество можно будет управлять уже вот как толпой, да? Очень сложно будет отделить твои собственные мысли от мыслей тысячи людей, к которым ты тоже уже подсоединен. То есть что-то, говорит, в виде матрицы, только вот VR-ная и такое суперреальная еда. Поэтому, говорит, есть очень много вот этих сингуляристов, давай так их назовем, сингуляритарианс, если читать по-английски, которые вот уверены, что это произойдет в какой-то момент и надо как-то к этому готовиться. И это, что характерно, это неизбежно. Даже если мы все сейчас договоримся условно не использовать никаких технологий, то это все равно типа произойдет. Ну, Илон Маск говорит, что я, говорит, надеюсь, что мы не какой-нибудь всего лишь биологический загрузчик для какого-то цифрового суперинтеллекта. То есть, ну, это типа по матрице, да. Я надеюсь, что мы это не батарейка для какой-нибудь матрицы. Вот. Ну, и, говорит, независимо от того, как поколение Омега вообще воспримет эту возможность, как они эту силу смогут применить и каким-то образом осмыслить в жизни, в любом случае это произойдет, и то, что получится, это будет намного дальше от нас, чем мы сейчас от наших предков, типа гоминид. Ну, гоминиды — это вот первые человеки, которые из приматов возникли, которые там объединялись во что-то еще до неандертальцев. Вот разница будет еще больше, чем между нами и вот этими неандертальцами. То есть вот, да. Что касается третьего пункта, они на самом деле, все эти пункты, казалось бы, об одном, но вот третье, он о том, что отношение человечества к самим себе, и это говорит о том, что, а как вот мудрость, то есть вот сможет ли человечество вот это понять и перестать, например, хотя бы воевать между собой, за ресурсы, за что-то еще, начнет договариваться и поймет, что самоценностью является мир, а не война, мир, а не насилие. И вот он, автор, Джордан, да, его зовут, он предрекает, что это уже началось, что в большинстве своем молодежь, она сейчас пацифистическая, возможно, даже асексуальная, как мы уже поняли по вопросу с такой оверфлоу, и это уже началось, и действительно, он считает, что в какой-то момент человечество просто поймет, что насилие — это не выход, мало того, что это не выход, оно еще и вообще ничего не дает. И не в ход еще. Да, то есть оно не нужно просто никак, и поэтому нужно устроить какую-то кооперацию и таким образом даже экономику полностью изменить и сделать ее, ну, видимо, какой-то интегрированной, такой общей, направленной на решение вот этих трех вопросов, которые возникли. Вот я не совсем разделяю, на самом деле, конечно, его оптимизм по этому поводу, но вот он считает, что коллективная мудрость — это реальность, то есть это вот то, что если не станет реальностью, то мы типа обречены. Для вот этого вот экспоненциального, в кавычках, будущего коллективная мудрость — это единственная победная стратегия, а все остальные как бы вот потерпят неудачи. Здесь вот эта картинка еще есть, где есть такие просветленные люди, да, и масса такая синих людей в повязках, которые идут как бы по жизни вслепую, не видят ничего. И вот есть люди, которые снимают повязки, понимают вот эту вот мудрость, что на самом деле не нужно никакой жестокости, все хорошо и так далее. Ну и он говорит о том, что глобализм, вот поколение Омега — это будут как раз те самые пресловутые человеки мира, да, граждане мира, о которых, ну, много кто говорит, да, сейчас даже вот мы с тобой лично знаем людей, которые себя определяют как граждане мира. Вот их больше еще будет, вот это поколение Омега — это как раз те люди, которые в полной мере будут гражданами мира, они будут мыслить другими категориями о том, что вот мы, все мы человечество, и неважно там в Америке мы в США, в Америке мы в США, или в Штатах. Или в Штатах, да. Все равно мы как бы вот что-то единое общее, и цели у нас должны быть единые, и проблемы мы должны решать тоже одни. Вот такая тоже философская статья, здесь есть вывод, ну, вывод, собственно, такой же, что поколение Омега еще не сформировано, и как бы оно только вот зарождается, то есть оно еще не получило еще тот возраст, в котором они что-то решают, могут на что-то влиять, поэтому пока ждем, смотрим, но вот, да, этот момент близок, и будем посмотреть, как вообще, куда это все зайдет. Вот так вот задвинул Джордан, у него даже YouTube-канал свой есть какой-то, он тут его на медленных раздвигает. Практически Майкл Джордан, я хочу сказать. Ну да. Ну да, да, Омега это круто, это круто. Хорошо или не круто, я не знаю. Короче, последняя тема, последняя тема из Новочепопа, она даже не тема. Майвебдизайн нам прокомментировал. Советский конструктивизм в Екатеринбурге, говорит он, и кидает ссылку на сайт arkur.ru конструктивизм. И, ты знаешь, это просто список огромный в таблице зданий, которые как бы такие конструктив... которые пахнут конструктивизмом в Екатеринбурге. И, ты знаешь, можно просто вот его использовать, это как какой-нибудь гайд или какая-нибудь таблица по какой-нибудь игре, знаешь, где там написано, где что, какой урон наносит, пушки там и так далее. Как Wolf Hat в World of Warcraft. Ну, только вот это по конструктивизму в Екатеринбурге. arkur.ru slash конструктивизм. Заходишь, короче, и ты можешь прям нажимать на ссылочки в каждой строке. Здесь много разных ссылок. И прям переходишь и прям можешь почитать сразу про здание, посмотреть фоточки, почитать небольшой такой краткий экскурс в историю, что там как. Ну, коротенький, но как бы тебе хватит, чтобы, допустим, дойти до этого здания в Екатеринбурге и оценить. О, ну вот это да, это реально там. Это то-то. Тогда это было построено, короче. Тут все написано. Адреса написаны. Даже адреса написаны. Понимаете, тебе не надо в дубль из идти. Вот. И я так понимаю, эта штука пополняется или нет? Хотя хрен его знает. Может быть, здесь уже вообще полный список. Да, возможно, уже все. То есть я сейчас тоже тут на какие-то покликиваю. Тут и заводы есть, и вообще. И на самом деле, конструктивизм, здесь по факту практически все советские здания. Не знаю, являются ли они все, строго говоря, конструктивизм. Ну, наверное, если на Аркуре это все, то все-таки как бы евреи. Как на Паркуре практически. Тут-то, наверное, ребята все-таки знают. Археология и краеведение Урала все-таки. Да, да. Это серьезно. Я даже не понял, что за Аркур, что это за сайт, вообще здесь не объясняется. Это просто что-то про действительно археологию, краеведение Урала. Абсолютно разные здания от реально, от позднего конструктивизма, который вот, то, чем, так сказать, ну, я не скажу, что мы восхищаемся в этом подкасте, но то, о чем мы говорили неоднократно по поводу того, что там такие фундаментальные здания, там они там, функционализм и так далее. Вот здесь нет, здесь кроме них есть еще просто здоровые здания заводов, которые как бы, ну, завод и завод. То есть... Не знаешь, что интересно? Какие-то кирпичные просто, ну, что еще? Да, у меня просто возникло такой вопрос, а почему интересно вот сейчас, сейчас, в нашу эпоху не строят в стиле конструктивизма, например? То есть, как бы, что мешает, казалось бы? Мешает то, что это уже не так практично? Да, я только хотел сказать. Или мешает... А, ну, почему? Из новых материалов построят просто в стиле будет выглядеть как здание 30-х годов. Понимаешь, вот земля дорогая нынче, и если на ней можно сделать 26-ти этажку, то, скорее всего, будут делать 26-ти этажку, а не 4-х этажный красивый дом в стиле конструктивизма. То есть, как бы вот, как бы не хотелось обратного, а я не кокетничаю, мне действительно нравится такая архитектура, это прикольно, но абсолютно невыгодно ее делать, и... Да даже вот вся лепнина, вот это все, это наверняка ручная работа, то есть, вот этот сталинский ампир тех времен, это наверняка ручная работа, и это все просто трудозатратно, и... А зачем? От того, что... я имею в виду администрация города Екатеринбурга, и вот там, да, там будет что-то отгрохивать, и то, мне кажется, там пошло как-нибудь сделают какие-нибудь финские домики или американские. Финские бани там сделают? 350 квадратов просто сделают в 4 этажа, и все. Я, кстати, знаешь, что сейчас понял? Я понял, что сейчас, если бы устроить типа что-то красивое, да, если мы возьмем наш аэропорт в Челябинске, и возьмем вообще другие аэропорты, помнишь, мы недавно аэропорты смотрели с тобой хай-течки? Помню, конечно, да. Сейчас аэропорты, то есть вот, допустим, это как вот, ну, как признак хай-тека, да, их строят вообще, они все такие, знаешь, типа из пластика, из стекла такого, знаешь, короче. Ну, там полный модерн, конечно, да. Да, а если вспомнить аэропорт у нас в Челябинске, он такой конструктивизм, конструктивизм, там даже не то, что конструктивизм, там я вообще не знаю, что там, там здание с колоннами, как будто в театр пришел. Ну, да. Это, кстати, и прикольно, но я, насколько помню, сами там шосс, которые будут через два года все переделывать. Хотят новое, да, да, хотят новое, вот. И сейчас, то есть, да, нет смысла, видимо, архитекторам планировать какой-то такой в стиле конструктивизма дома, они лучше все сделают из стекла и такой типа хай-тек. Ну, да, сейчас на это есть спрос, поэтому. Потом будут смотреть стиль хай-тек в Екатеринбурге, там в Челябинске, будут говорить, ну, вот, да, у нас-то сейчас уже из какого-нибудь полибиохлорида все сделано, который из инопланетян добывают, а как бы вот тогда из стекла еще делали. Ну, сейчас-то это дорого, из стекла было бы построить часто вот. Да, да, да. То есть, в принципе, это можно было ожидать. И, кстати, я уже пару раз вспоминал на протяжении нашего подкаста, мы сегодня не представились. Ух ты, думаешь, нас не узнали? Не знаю, просто, ну, представляться сейчас было бы нелепо, поэтому. Мы уже забьем на этот момент, просто обойку посмотрим и будем прощаться. Да, обойка, обойка у нас присутствует, обойка, между прочим, здесь есть такая символическая дорога, которая куда-то уходит за склон. Как ты считаешь, вот, в принципе, тут есть очень выделяющиеся, наш подкаст, это, скорее всего, дорога, да, но мне хочется понять, что здесь конкретно вот эти кактусы торчащие? Это наши слушатели? Это наши патроны? Это патроны, которые предлагают темы, которые иногда колятся и говорят, не, эту тему не рассматривайте, она говно. Это вот те самые монстры, которые теперь встали во главе нашего подкаста, как иллюминаты им управляют, а мы... Ну, совершенно реально монстры. Я вот смотрю на них, у меня какие-то комплексы вызываются по поводу размера этих. кактусы. Вот, а у них никаких комплексов, потому что они уже... Они нам развивают комплексы. Они нам уже денег занесли, а вот те наши слушатели, которые просто нас слушают, делают нам просмотры, делают нам всё, они... Это вот эти скалы, практически президентские скалы американские. Смордами. Да, они монолитные, они на нас смотрят, и как бы вот мы к ним идём, как дорога к горе, практически как гора к Магомеду, только вот дорога к горе идёт, вот мы к ним так же идём и несём всё. Прекрасное, доброе, вечное. Такие дела. Мы можем сейчас сказать, что с вами был, опять же, Никита Тарасов и Александр Гончаров. Вот да. Особенно с учётом того, что ты сказал оба имени, всё равно непонятно, кто из нас кто. Я сексуал. Пусть это останется тайной. Подписывайтесь на нас в соцсетях, пишите комментарии, на ютюбе ставьте пальцы вверх, ставьте колокольчики, в айтюнсе ставьте звёздочки, пишите отзывы, подписывайтесь на канал в Телеграме, все ссылки в описании. Увидимся уже на 10 через неделю. Пока. Пока.